Отключат электричество и ограничат движение. В мэрии предупреждают жителей Владимира о проведении работ на улице Пушкарской. Дело в том, что на участке будут обновлять ЛЭП. Работы пройдут 18 августа с 9 до 14.00. Список домов, где в это время будет отключено электроснабжение, можно посмотреть на нашем сайте 6tv.ru. Также на время работы ограничат движение машин по улице Пушкарской от дома номер 10 и до дома номер 18-B. Два лежачих полицейских появились на центральной улице в среду. Они расположены в районе перехода к спортшколам и лицею номер 14 на Большой Нижегородской. Там дорогу постоянно переходят дети. В соцсетях появилось вечернее видео, где машины подпрыгивают на искусственных неровностях. Вероятно, водители не обратили на них внимания в темноте и не собирались притормаживать. В комментариях пользователей, как всегда, разделились на тех, кто за и против новых лежачих полицейских. Некоторые написали, что искусственные неровности не выделили цветом, и в вечернее время их было не видно. Однако сегодня с нами поделились видео, где лежачие полицейские уже доделаны. На них нанесли разметку. Теперь автовладельцам нужно будет привыкнуть и снижать скорость на этом участке. В центре Владимира ведется много ремонтных работ. Неделю назад началась реконструкция лестницы у Богородицы Рождественского мужского монастыря. В своем телеграм-канале глава города Дмитрий Наумов поделился процессом работы сотрудников Центра управления городскими дорогами. Он сообщил, что в планах завершить ремонт к началу сентября. Вероятно, рабочие постараются успеть ко дню города, однако точные даты завершения ремонта не сообщаются. Владимирские каменщики – одни из лучших в стране. Сразу два наших земляка стали победителями и призерами национального конкурса «Строймастер». За победу боролись 60 специалистов-строителей. Это каменщики, монтажники, штукатуры и сварщики, а также начинающие работники сферы студенты. Победителями и призерами стали 26 человек. В номинации «Лучший каменщик» студенческой лиги победил учащийся Владимирского строительного колледжа Михаил Андрианов. В основной группе одним из лучших каменщиков признали представителя Владимирской строительной компании Никиту Баташова. Он завоевал серебро.